Приветствую всех геймеров, с вами Виталий Веселов, а.к.а. великий шахповар ютуба. Я, вы и мы все вместе любим играть в видеоигры и не привыкли отвлекаться на такие бытовые проблемы, как готовка, уборка, стирка, ну и так далее. Потому что, как правило, у настоящего геймера всегда есть его единственная, любящая и ненаглядная мама, которая за вас все это и делает. Но скажу я вам одну неприятную вещь. Рано или поздно ваша мать вам скажет, что вам уже за 30 и будь-ка ты добр, сыночек, бери свои шмотки в зубы и пиздуй в съемную квартиру, жить самостоятельно. И в обычном случае с обычным человеком, не с геймером, это, в принципе, ситуация не такая уж и проблемная. Потому что, как правило, у каждого мужчины есть его женщина, которая занимается уборкой, стиркой носков, трусов и так далее. А мужчина в семье является главным добытчиком, который упахает в три смены на заводе и приносит домой, собственно говоря, деньги. Но мы же с вами говорим о геймерах, которые по статистике выглядят примерно так. И с такой внешностью, как правило, шансы у геймера найти себе живую уходящую мультиварку крайне малы. И поэтому каждый геймер обязан уметь готовить самостоятельно. И пускай мне еще не 30, но я уже как 8 лет съехал от родителей. И, в принципе, я довольно успешно существую. Умею готовить, умею убираться, ну и все это такое. Я считаю своим священным долгом научить каждого геймера самостоятельной жизни. Как минимум, научить его готовить настоящую геймерскую пищу. А настоящая геймерская пища, это, естественно, шаурма. Я вас уверяю, что шавуха, которую мы сегодня приготовим, это будет лучшая шавуха в вашей жизни. Чтобы все это приготовить, нам потребуется куриное филе, пару зубчиков чеснока, красный помидор, огурец, корейская морковка. Вы можете купить ее в абсолютно любом магазине в отделе салатов. И, конечно же, лаваш. Все это вместе, конечно же, выходит в кругленькую сумму. И, наверное, было бы логично просто пойти купить ларьке шаурму за 200-300 рублей. И да, вы будете правы, это было бы проще, возможно, это было бы даже дешевле. Шаурма это не то блюдо, которое вы можете быстро, дешево приготовить в домашних условиях. Но если вы хотите получить по-настоящему вкусную домашнюю шаурму, то я рекомендую хотя бы раз в месяц потратиться. Да тем более, если честно, не такие уж и большие траты на самом-то деле. Ну, лично для меня, потому что я, естественно, уже успешный и богатый ютубер, у которого есть реклама, который все это окупает. Кстати, о рекламе. Если вам необходимо купить игру для своей консоли PlayStation, то рекомендую вам магазин PlayStation World Store. В этом магазине весьма выгодные цены, а благодаря частым акциям и выгодным предложениям, можно купить игру по очень приятной цене. Например, прямо сейчас, до 14 марта, проходит акция MegaMart. И на многие крутые проекты очень хорошие скидки. Например, Far Cry 5 из DLC продается со скидкой 81%. А мой любимый Resident Evil 4 ремейк продается со скидкой 25%. С полным списком акционных игр вы можете ознакомиться в телеграм-канале по ссылке в описании к этому видео. Ну а теперь, когда я перебил 1% от всех сегодняшних затрат, я думаю, уже стоит перейти к готовке. Вообще, шевуху готовить не особо-то и сложно. Тут важно только сделать правильно соус и правильно пожарить мясо. Я рекомендую с мяса как раз-таки нам и начать. Мясо можно, в принципе, жарить и сразу, но я рекомендую для лучшего вкуса мясо немножко замариновать. Но изначально, конечно же, мясо нужно разморозить и после промыть его подсточной холодной водой. Перекладываем мясо в тару и заливаем соевым соусом. Наливайте не особо много, чтобы мясо было примерно наполовину погружено в этот соус. Добавляем специи по вкусу. Добавляю немножко черного перца молотого и немножко паприки. Добавляйте специи по вкусу, на глаз, кому сколько нравится. Что главное, что только не переборщите, чтобы оно не было слишком соленым. Одну головку чесночка. И добавляем все это в наше мяско. Хорошенько все это перемешиваем, чтобы мясо пропиталось соусом, специями, чесночком. Вот так вот хорошо его прям не стесняемся. Промачиваем прям вот так вот. Все только обрызгивает в разные стороны. У вас такого тут не должно быть, но думаю, вы с этим справитесь лучше, чем я. Такого количества мяса хватит на 2-3 шабухи минимум, может быть, даже больше. Опять же, какую, смотря, вы будете делать, все только у вас человек. Я сделал сразу на побольше, чтобы у меня осталось, чтобы сделать 2-3 шабухи минимум. Все это мы убираем в холодильник на минут 20-30, этого нам хватит. Для любой шаурмы, естественно, нужен соус. И, конечно, можно было взять, все наматать кетчупом, майонезом. Но, ребята, нужно учиться готовить соуса. Потому что для настоящей вкусной шабухи вам потребуется настоящий вкусный соус. На самом деле соусов огромное количество, их они готовятся из разных ингредиентов. Я вам покажу свой любимый майонезно-чесночно-кифирный соус. Он отлично подходит для нашей сегодняшней шабухи. Для соуса вам потребуется также небольшая тара, в которую мы немножко наливаем майонеза. Примерно вот столько. Можно даже поменьше, потому что у меня потом соуса еще осталось слишком много. Размельчаем и нарезаем очень мелко 2 зубчика чеснока. Если у вас есть чеснокодавка или же блендер, то, конечно, можно и там. Но я все-таки думаю, здесь можно справиться и ножом, потому что, ну, не так уж и много чеснока. Перчим и солим по вкусу. Я кладу немножко перца и немножко соли. Примерно половину столовой ложки. И самое главное, чтобы у нас он был немножко жидковатый, добавляем немножко кефира. Примерно половину от майонеза. И все это нужно аккуратно размешать. У меня нет ложки, поэтому воспользуюсь вилкой. Все это перемешиваем очень тщательно. Если соус получился слишком жидкий, можно добавить еще немножко майонеза. Он был немножко густоватый. Я вот лично переборщил с кефиром, поэтому добавлю еще майонеза. Ну, примерно вот такой консистенции должен получиться у вас соус. Он может быть гуще, может быть немножко жиже. Главное, не делать его слишком жидким, чтобы у вас, скажем так, шабуха не сильно размокала. Перелил соус в более маленькую емкость. Пробуйте его на вкус. Если вас устраивает по соли, по перцу, то оставляйте так. И также ложите его в холодильник. Мясо еще маринуется, и у нас есть немножко времени на небольшую историю вообще появления такого блюда, как шаурма. Шаурма, как блюдо, существует вообще очень давно. И довольно распространенное по всему миру. Очень разные источники говорят разную информацию. Одно из самых реалистичных, это из самых смешных, скажем так, два иммигранта из Турции сбежали в Европу, а если быть точнее, то в Германию, в Берлин. И каждый из них открыл два ларька с быстрой и очень дешевой едой, а именно шаурмой и кебабом. Вообще не удивительно, что именно люди из Ближнего Востока начали готовить шаурму. Потому что, в принципе, упоминание шаурмы как такого блюда, оно появилось еще в древнем Дамасске, когда люди готовили лепешки и напихивали туда рубленое мясо. То есть, в принципе, можно считать, что шаурма родом из Ближнего Востока. И изначально вообще шаурма это было такое очень нишевое блюдо с очень дешевыми продуктами. Главное ее качество в том, что она дешевая и быстро готовится. Из-за своей стоимости и быстроты приготовления она получила такой успех в Европе. В 90-е годах шаурма появилась уже и в России. Изначально это были, опять же, такие привокзальные ларьки, где была антисанитария. Мясо было очень дешевое, были, скорее всего, пропавшие овощи. Но людей это не пугало, потому что в суете зайти на 5 минут, быстренько взять себе небольшой лаваш, сожрать его по пути на остановку, для людей это было очень удобно и, опять же, дешево. Но спустя время мы все с вами успешно зажрались и теперь мы выбираем только самые лучшие точки, где у нас выбор огромный мясо, хочешь баранина, хочешь свинина. Короче говоря, за последние 20 лет шаурма превратилась из обычного хрючево в более такое, даже скажем так, премиальное блюдо. И многие люди спорят о полезности этого блюда, потому что, как ни крути, в нем жареное мясо на масле и многие диетологи говорят, что да, это плохо, но это все еще лучше, чем всякие бургеры, хот-доги и тому подобное. Потому что, как ни как, в шаурме присутствуют овощи, которые немножко все это нивелируют. Но все же не рекомендуется ее часто употреблять, потому что, опять же, соус, жареное мясо, это все довольно-таки вредно. Наше мясо, в принципе, уже маринуется 20 минут, этого, в принципе, хватает, поэтому можно начинать уже жарить. Включаем плиту обязательно. Добавляем немного подсолнечного масла. Кстати, как вам мой розовый тостер? Очень красивый, модный, молодежный. Профессиональными щипцами берем наше мясо и кладем на сковородку. И пусть оно там жарится. Ничего не нужно обрезать, разрезать. Курочка очень неприхотливая животное и жарится довольно быстро. Не забывайте проверять мясо, чтобы оно не прогорело. И не забудьте его перевернуть. Посмотрите, как оно там шкварчит. Да это же прям почти как настоящий стейк. Конечно, если у вас есть гриль, можно и на гриле, но гриля у меня нет. Зато у меня есть розовый тостер. Очень важно в этом деле, чтобы мясо не сгорело, поэтому внимательно за ним следим. Переворачиваем вовремя. Но оно пока еще не готово, потому что очень жирный кусок. Как же оно стреляет, черт возьми! Моя главная и единственная ошибка в том, что я слишком много добавил масла. И все это стреляет. Немножко разрезайте его и смотрите, какое оно внутри. Но наше мясо пока еще не готово, поэтому еще 2-3 минутки с двух сторон, думаю, можно поджарить. Я рекомендую обжаривать мясо до золотисто-хрустящей корочки. И так оно будет ближе похоже на мясо, которое в шаурмечных делают на вертеле. У меня довольно толстый кусок мяса вышел. И я рекомендую все-таки сделать его немножко потоньше. Но даже и такое можно прожарить. Просто главное вовремя проверить, чтобы оно было внутри нормально прожарено. В принципе, мясо уже готово. Как же досталось шуметь. Все, наконец-то. Главное, вот, втяните сюда плитку, чтобы ничего с ней сгорело. Вот о чем я вам, друзья, и говорил. Офигенная золотистая поджаристая корочка. Основные ингредиенты для шавухи у нас готовы. Нам осталось только это нарезать и подготовить. Думаю, рассказывать вам и показывать, как правильно нарезать мясо, овощи не нужно. Ну, то есть, мясо нарезаете хаотично. Главное, чтобы не было слишком мелко. Примерно вот такие вот кусочки нарезаете. Пожалуйста, сфокусируйся. В общем, примерно так нарезаете, чтобы не было слишком мелко, не было фарша. Ну, и чтобы не было слишком крупно. Овощи нарезаете уже не так толсто, как можно тоньше. Я примерно вот так вот нарезаю. То есть, ну, более-менее нормально. То есть, не толстый такой помидорчик. Ну, и, естественно, огурчик наш любимый. Огурчик я нарезаю лично мелковато. А вот огурчик я уже нарезаю как можно поменьше тоже. Не тонко, просто чтобы они были маленькими кусочками. В принципе, для шавухи у нас все уже готово. Мясо, овощи, соус. Как мы делаем дальше? Сначала мы кладем мясо. Сначала шаурмы. Примерно вот столичка. Этого, в принципе, хватит. Дальше мы поливаем немножко соусом. Тут главное не переборщите. Скажем так, чтобы у вас потом шаурма не размокла. И, соответственно, не потекла. И лаваш не порвался. Добавили соус. Дальше добавляем овощей. Которые у нас есть. Это, соответственно, огурчики. Разумеется, помидорки. Помидорки. Главное, только не переборщивайтесь с ингредиентами, чтобы у вас, скажем так, шавуха опять же не развалилась. Вот столько, в принципе, мне хватает. Разумеется, корейскую морковочку. Куда же без нее. Шавуха с морковкой. Это одна из самых лучших шавух. Вот ее можно даже не жалеть. Можно побольше. Вот столько. И немножечко все это поливаем еще соусом. Дальше. Как это все завернуть? Берем за краешек. Вот так немножко отгибаем. Также второй в эту же сторону. И просто начинаем ее закручивать. И все. Получилась вот такая вот настоящая геймерская шавуха. Опять же, я стараюсь не перебарщивать с рачинкой, чтобы она не разваливалась. И было все, скажем так, в меру. Но она пока что мягкая. Нам нужно еще ее поджарить на сковородке. Далее просто ставим шавуху на сковородку. На разогретую. Если у вас есть гриль, то это еще лучше. К сожалению, у меня гриля нет. Поэтому я просто положил ее на сковородку. Собственно говоря, вот наша красавица. Ее можно сделать больше. Можно сделать меньше. Тут как на ваш вкус. Мне такой, в принципе, хватает, чтобы неплохо так перекусить. И давайте уже наконец-то ее попробуем. Чуваки, если вы сейчас кушаете, всем приятного аппетита. Если нет, то я во множество не сочувствую, потому что это так вкусно. Буквально в самом начале. У нас уже идет офигенное мясо. Корейская морковка. Офигеннейший соус. Неплохие овощи. Самое главное, чуваки, не пожалейте денег на хорошие овощи. Потому что овощи, если они свежие, ты чувствуешь их сочность, их сок. Сок помидоров, сок огурцов. Не знаю, можно ли так сказать. Блин, ну как это вкусно. Просто великолепно, чуваки. Если вам не впадлу, используйте смело этот рецепт. Очень вкусно. В принципе, рецепт шаурмы, он сам по себе незамысловатый. Тут все дело в соусе. И как вы готовите мясо, где кладете овощи. Я знаю, многие куда еще капусту. Мне, честно, капуста не нравится. А вот все остальное мясо просто волшебное. Как я уже говорил, 50% на вкус шаурмы, это ее соус. Остальные 50% это мясо, это овощи. Да, в принципе, все. Ну, а также, возможно, еще немножко специй. Ммм, черт. Это реально хорошая шаурма. Всем геймерам советую, готовьте, делайте. Это лучше, чем какой-нибудь успехов не приготовить в своем дарьке. Я вас уверяю. Короче говоря, это офигенный рецепт. Всем его советую. Не стесняйтесь, чуваки. Готовьте, экспериментируйте. Потому что, если у вас нет любимой женщины, то вам, скорее всего, готовить никто не будет. А питаться на доставке, конечно, можно. Но, как ни крути, домашняя еда, она всегда вкуснее. На этом, чуваки, в принципе, все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какую следующую геймерскую пищу мне для вас приготовить. Если вам такое заходит, то также ставьте лайк. Мне будет очень приятно. На этом, в принципе, все. Всем удачи и пока, ребят. Пока-пока. А я буду дальше ее уничтожать. Просто потому что какая же, на черт возьми, вкусная. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok